Облепиха крушиновидная. Облепиха крушиновая, древовидный кустарник, получивший широкое распространение как плодовая и декоративная культура. Это уникальное растение, ценная хозяйственная культура и просто очень красивый куст. Крушиновая облепиха, это урожайное растение, выращивание которого позволяет снять с каждого куста ведро и более бесценных плодов. Облепиха, кладезь целебных свойств и интересный для коммерческой деятельности объект. Облепиха крушиновая или крушиновидная произрастает в диком виде в Европе, Азии и на Кавказе, в Индии и Пакистане. В России она встречается практически по всей территории, от Северного Кавказа до Сибири. Особенно много крушиновой облепихи по берегам рек и озер, растения любят влажные почвы. Урожайность сортовой облепихи – 10-15 кг с одного куста. Максимальная урожайность растения достигает к 5-6-летнему возрасту. Затем объемы урожаев сокращаются. Начинается плодоношение на 3-4 год после посадки. Срок жизни растения – 25-30 лет. Чтобы продлить плодоношение, садоводы регулярно применяют омолаживающую обрезку. Плоды облепихи в свежем виде – на любителя. У них специфический вкус – сладковатый, с оттенком горечи. Их вкусовые характеристики улучшаются после морозов, подмороженная облепиха становится кисло-сладкой. В Сибири облепиху часто называют русским ананасом, потому что после заморозков ягоды приобретают особый ананасный привкус и аромат. Крушиновидная облепиха применяется во многих отраслях, особенно ее плоды. Это растение служит сырьем для приготовления всевозможных средств, используемых в медицине и косметологии, ее плоды представляют также ценность для кулинарии. Листья облепихи накапливают дубильные вещества, которые являются действующим началом лекарственного средства – гипорамина, обладающего противовирусной активностью. Получаемый из листьев облепихи гипорамин в форме таблеток для рассасывания применяется как лечебно-профилактическое средство при гриппе, а также при лечении других острых респираторных вирусных инфекций. Масло обладает ранозаживляющими и болеутоляющими свойствами, его применяют для лечения чешучатого лишая, болезни дарье, ожогов, обморожений, экзем язвенной волчанки, плохо заживающих ран, трещин, некоторых болезней глаз, как витаминное средство при гиппе и авитаминозах, при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, лучевых поражений организма в качестве профилактического средства для уменьшения генеративных изменений слизистых оболочек пищевода и желудка вследствие лучевой терапии опухолей, а также в гинекологической практике при кальпитах, эндоцеярвитах и эрозиях шейки матки. Оно обладает питательным, противовоспалительным, регенерирующим и бестимулирующим действием. В косметике из масла облепихи готовят питательные маски. Отвар плодов и веток используют при облысении и выпадении волос. Семена применяют как легкое ослабительное. Наружно плоды и масло облепихи используют при сыпях, экземах, для лечения долго незаживающих ран, язв, при женских болезнях. Очень широко плоды и листья облепихи использовались в восточной медицине. В России плоды и листья облепихи также издавна использовались в народной медицине. В народной медицине масло используется внутрь при авитаминозах, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. Листья в Средней Азии употребляют наружно при ревматизме.